С воскресением Христовой с Пасхой! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Также поздравляю вас всех с дивным праздником первых русских князей и страстотерпцев Бориса и Глеба, покровителей нашей России, богоспасаемой Приморья, прикровителей нашей Арсеневской епархии, тоже богоспасаемого города Данигоска и вот этого небольшого храма. Мы знаем, что сто лет назад, сегодня престольный праздник. Всех вас от души поздравляю! Сто лет назад ровно в этот день было освящение храма, осталось множество документов, как архиепископ Евсевий приезжал на корабле через рудную пристань, с ним был Нестор, будущий камчатский владыка, который готовится к канонизации, был еще и гумен Евсевий, были местные духовенства отец Иаков, отец Александр, еще другие священники приморские, как говорится, наши. И было велие торжество. Рудники вот эти тюхе собраны. Множество народов пришло посмотреть архиерейскую службу, потому что никогда не видели. Был полностью храм наполнен людьми. Ровно сто лет назад был освящен. За 19 лет с небольшим до этого было начало этих рудников. Все вы хорошо знаете, конечно, об этом. И вот без малого 20 лет, как построен был храм средствами вот этого бриннера, старателя, да, и его, как говорится, ставленника, которые здесь работали. И храм был построен вместе со школой. Это древняя традиция. Мы знаем, что во времена Ярослава Мудрого, как раз который жил вместе с Борисом и Глебом, близкого родственника, были также библиотекой Ярослава Мудрого при храме Софии. То есть храм являлся источником премудрости, источником просвещения и благодати Божией. Люди приходили в храм, получали откровения от Бога, просвещения. Мы знаем, что день крещения, когда человек получает крещение, он называется еще и просвещение. То есть человек получает от Бога некий дар, разуметь тайны Божии, разуметь, как говорится, законы Божии и научаться. Конечно, любой человек научается. Мы знаем, что деньги и считать умеют люди неграмотные и успешно живут. Но для того, чтобы не только успешно здесь жить, но подготовиться и попасть в Царство Небесное, надо много всего. И вот хорошо, что при храмах были школы. Это было и перед революцией такое много было в разные времена. И сейчас потихонечку возрождаются. Государство идет навстречу. В прошлом году было два больших решения государственных. Была стратегия развития нашего общества, духовно-нравственной личности. И в середине года и перед Рождеством было два указа издано о том, что надо просвещать в школах, воспитывать традиции, вспоминать о патриотизме, воспитывать героев, патриотов нашей Родины, людей нравственных, духовных. Это совпадает с древней традицией церковной, нашей всероссийской, государственной. И даром это называлось святою, потому что люди жили нравственно, духовно, любили и Отца Небесного, который на небесах, куда мы все стремимся. Чтили Отца Государства, ну, как он назывался, там, царь, император, великий князь, там, неважно как, меняются названия, но суть остается. И чтили и духовных отцов, и родных отцов. И вот эта вот ось Отечества наше, даром последняя война была за Отечество за наше, потому что вспомнили про небесных отцов, и даже предводитель государства Стали назвал всех братья и сестры, то есть даже мы, все мы воедино, все мы предбогом братья и сестры. И мы сейчас тоже перед уцом опасности, грядет война, как бы не прискорно было, как бы вы себя не обманывали, не хотели бы говорить об этом. Враг приближается и духовно, и экономически, и политически, а главное, безнравственно. Раслевает наших детей через телевизор, через компьютер, как говорится, опускает нашу экономику всячески через различные вот эти доллары. А мы вместо того, чтобы опираться на свои ценности, ну хотя бы на золото, мы опираемся на меняющиеся доллары, баррелы какие-то там, и все. От этого ничего хорошего, если воевать не только оружием, но и экономически, и духовно, нравственно, потому что кризис духовный влечет за собой уже экономические и политические кризисы. А прежде всего надо жить нравственно. Поэтому, слава Богу, наши руководители государства вспоминают об этом и такие указы издают. Пока, конечно, дойдут до школы, это не так быстро, но от нас зависит. Поэтому сейчас, в ближайшие несколько лет, с 1 по 11 класс, будет утверждено, что в каждой школе будет преподаваться, ну типа закона Божия, основы нравственной культуры, истории народов России. Такой подобный предмет. И уже он преподается, уже в 5 классе должны были преподавать, а до Приморья почему-то не дошло, хотя на каждого ученика выделены средства. Вот я звонил владыке, например, в Европе, там везде преподается. Звонил амурскому владыке, в Комсомольске на Амуре. Он говорит, у нас преподается, все как по закону, а у нас, почему-то, мы тут даже не знают департаменты. Вот мы сейчас разбираемся. Потому что, а в следующий год уже будет в 6 классе, в 1, в 10, и через 3 года примерно, с 1 по 11 класс будут преподаваться духовные, исторические, культурные, нравственные, патриотические предметы, обязательные, как математика, как физика, как русский, для каждого человека, для каждого нашего школьника. Потому что это очень важно, чтобы наши дети, наше потомство, наши продолжатели знали закон Божий, знали нашу историю славную, чтобы были не Иваными, Мариями, родства не помнящими, а были патриотами, любили нашу Родину. Знали, что нет более славного народа, чем наш русский, славянский народ, наши братья во Христе. И любые народы, мусульмане, буддисты, любые народы жили спокойно на территории православного государства и не испытывали ущерба и давление. Поэтому Господь не давит никого, не заставляет веровать, это свободное дело, ходить в храм или не ходить в храм. Но государство наше было русское, государство наше было православное. И идет возрождение нашей не только военно-промышленной и космической отрасли, что славно, конечно, и радостно, но потихоньку начинается возрождение уже духовности, нравственности, экономики, политики, и это радует. Поэтому сегодня мы празднуем Бориса и Глеба, которые были двумя братьями из числа 12 сыновей Великого князя Владимира. И мы знаем, что, как говорится, они и князь Ярослав стали святыми, по-моему, Ярослав Мудрый. И они показали, что один из братьев их убил, мы знаем, хотел незаконно взять власть. Мы слышали и хорошо, наверное, читали «Житие». Поэтому хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, надо жить едиными с Богом, едиными друг с другом. Россия должна объединяться. Раньше были праздники, которые разъединяли. Одни были красные, другие белые. Одни верующие, другие неверующие. Одни партийные, другие беспартийные. Это, конечно, не радостно. Сейчас идут праздники, такие хорошие. День Победы над Германией, над всей Европой. День Победы над Японией, над всем миром, который шел завоевывать Россию и другие страны над фашизмом. Такие праздники, как «Семьи, любви, верности» тоже замечательный праздник на основах духовно-нравственных начал. Объединение семьи, чеки, государства, малой церкви, чтобы объединилось большое государство, великая церковь, земная и небесная. Поэтому есть праздник, замечательный праздник народного единства, когда люди, не важно, к чему относятся, но они объединяются в единой России, в едином духе, в радости, чтобы жить вместе, мирно сосуществовать и укреплять, возрождать Россию на основах, конечно, наших духовных традиций. И это радует. Конечно, вот город Дальнегорск, славный город, он и был всегда славным, уже скоро за 120 лет будет праздновать в следующем году. И 100 лет нашему храму. Это великая радость. Но вот сейчас, 20 лет назад, еще можем в этом году вспомнить, митрополит Вениамин обратился, чтобы отдали уже ветхое, но бывшее здание храма вот этого на старом месте, оно еще тогда существовало, можно было его подправить и взобновить. Но были люди оказались какие-то, может быть, недобрые, да, господь им судья, они быстро собрались, объявили, что ветхое здание и разобрали это здание. Очень прискорбно. Там, конечно, слава Богу, поставили мраморный красивый крест, здание немножко далеко сейчас находится от жилых кварталов, и мы ходим туда крестным ходом не сегодня, а пойдем туда следующий, потому что праздник Бориса и Глеба празднуется трижды в году, и мы всегда ходим летом туда. И торжество столетий рассредоточено на дни, на весь год. Мы знаем, что уже проводились различные олимпиады, фестивали, школьные уроки, замечательные, даже соревнования детские. В конце года будет научная практическая конференция, дети замечательные доклады делали, мы участвовали, просто замечательные. Дети нас учили, взрослых, я неплохо знаю в жизни, столько нам интересного рассказали. Это очень радостно. Много мероприятий. Поэтому, конечно, хотелось бы там сегодня побывать, но ничего, мы летом сходим туда крестным ходом, большим через весь город и поклонимся тому месту. Жалко, что, конечно, то место разрушено, но идет возрождение. Вот это вот место, здесь почта была, да? Здесь вот почта была, что такое почта, она дает человеку связь, родных, близких, друг с другом. А религия, слово религия означает тоже связь земли с небом, человека с Богом. И поэтому, как сказать, хорошая эстафета, земная почта, как говорится, духовная. Но, с другой стороны, конечно, это маленькое здание, видите, плоский потолок, здесь, как говорится, все вот сто с лишним человек вздохнули, и уже дышать нечем. Форточку открыл, сквозняк, мокрый, да? Поэтому, конечно, храмы должны быть большие, широкие, высокие, просторные, крепкие. Землетрясение какое-то, мы не боимся. У нас запас прочности в десятки раз. Так строили на Руси. Поэтому, слава Богу, вот здесь расчистил участок, завершается, да, завершается участок, завершается оформление документов, и осталось немного. Прошу молиться, ваши дорогие братья и сестры. У нас, как я говорил раньше, вот в властях были, брата убивали, но были братья, уважали друг друга, любили друг друга, вместе святыми, главное, стали. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас и глава, и дума были тоже вместе, дружили, любили, помогали друг другу, они препятствовали. Вот глава хочет построить храм, Бог ему в помощь. И чтобы дума помогала, и весь народ, мне надо быть все вместе, надо быть единой, наверное, соборная Россия, Святая Русь. Поэтому давайте помолимся, чтобы Господь возле храм, проект уже готов, территория расчищена. Осталось оформить какие-то документы, и дай Бог в этом году бы заложить фундамент, а в следующем уже построить храм. Потому что это великое дело. Такой славный город, нет ни одного храма. Отец Андреев сейчас там тоже с другой стороны города пытается. В центре тоже нет храма, тоже безобразие. У нас в Арсении три уже храма есть, четвертый приход уже утвержден, и еще где-то пять-семь храмов планируется. Вот мы сейчас подали на пятый храм. А Дальнегорск, город такой, конечно, поменьше, чем Арсениев, но он растянут, и поэтому простым людям, конечно, у машины есть и то проблемы, сесть на машину и доехать. А когда простым людям, особенно когда гололед, морозы, дожди, автобусы не ходят, добираться через там 13-15 километров, через весь город, конечно, это, можно сказать, невозможно и тяжело. Поэтому должна быть уважение к людям, пешеходная доступность. Поэтому, конечно, дай Бог нашим главам, думам, властимущим людям разума, любви, крепости, духовности, чтобы они потрудились. Потому что если духовность будет на Руси, нравственность, то все будет, экономика поднимется, и заводы начнут работать на полную мощность, и люди будут трудиться, и возрождаться будет Святая Русь. С праздником, братья и сестры! Еще очень, сегодня, великий праздник. Кто-нибудь, не знает какой? Международный женский день. Международный женский день. Потому что, конечно, хочется и тот праздник, и этот, но это главный праздник женский. Нет такого праздника, когда жены, в отличие от немощных мужей, даже апостолов, которые испугались, разбежались, но потом, конечно, покаялись, и стали великими столпами церкви. Они не оставили Христа, они были с ним до конца. Так же было и во время Великой Отечественной войны, в которой мы тоже празднуем праздник День Победы. Великий День Победы, 71 год в этом году. Ну вот, и над фашизмом, и в общем, и над Европой, и над Японией, которая здесь рядом, и которая тоже постоянно зубы точит на нас. Ну вот, ну, конечно, и тоже во время Великой Отечественной войны жены стояли до конца. Вот эти вот, за синий платочек, если вас спросит пулеметчик, помните, да? Это же неспроста, потому что наши жены и в храмы ходили, не боялись, и крестились, и детей своих внуков крестили, и Родина стояли, тылы, как говорится, и мужей. Я вот сейчас читал целую статью громадную. А сколько героев, причем не единых, а дважды больше жен. Они были снайперами, и даже летчицами, и проразведчицами, и так далее, и в тылу, и в несетками милосердия. Это великие наши бабушки, матери, святые. Жены, дети, они сражались за Родину. И мы тоже должны быть святыми женами. Господь призывает к этому, к нравственности. Потому что День Международной День – это именно позор для женщины. Не послушание Богу, не послушание мужу. Вот этот поганый, проклятый феминизм, который против заповеди Божьей идет. Как это? Ведь муж и жена равны, по сути. Но есть послушание, почину. Жена должна слушаться мужа. А если она слушается мужа, дети смотрят на мать свою, и тоже начинает слушаться. Целая система жизни. Жена – руководитель дома, внутри дома муж, как говорится, вне стен дома, в двора, и там зарабатывает. Целая система домостроя была на Руси. Сейчас она, конечно, она разрушена. Надо восстанавливать. Смотришь на какие-то мусульманские страны, и многие даже завидуют. Вот у них все налажено. Потому что институт семьи, институт предпочитания старших, сохранен у них. Хотя, конечно, у них не сохранено главное – Бог и почитание Бога. Но вот эти вот земные семейные институты сохранены. Мы должны учиться даже и у китайцев, и у мусульман, и у кого угодно возвращать старые традиции. Потому что, конечно, женщина – это, как говорится, святыня. Она наша мать. Поэтому, когда говорят слово «матерятся люди», они, как Иоанн Затауст говорит, хулу на Матерь Церковь, на Матерь Божию возносит, на Матерь Человеческую, на Матерь Землю, из которой Господь сотворил каждого человека водами. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем чтить наших матерей, уважать женщин. Потому что, хоть женщина более слабая, она от мужа, жена от мужа, а не муж от жены. Но все мы рождены от жены, все мы воспитаны матерью, все мы должны почитать женскую пол, которые несут духовность, любовь, радость. И прежде всего, конечно, Богородицу, покровительницу, общую мать всех, Матерь Господа и Матерь Нашу, врученную Господу нам. Нас вручил Господь Матери Божией. Поэтому она наша Матерь, небесная и земная заступница, усердная молитвенница за род христианский. Будем чтить наших святых жён. И сегодня, так скажем, в знак благодарности и любви к нашим жёнам, нашим прихожанкам. Мы подарим по цветочку, дай Бог нам хватит цветочку. Поэтому всех сегодня поздравим. Надо вот сегодня поздравлять. А 8 марта, наоборот, потихоньку, чтобы он изживал этот праздник. Он не наш, он нам привитый. Это как, знаете, как праздник любилки, вот эти вот, Валентинки, или как праздник Халуина, да всё Халуев воспитывать американских. Это всё не наши праздники. Надо воспитывать наши традиционные праздники. Сколько у нас великих побед. Не только 9 мая. И 21 сентября победы над... 21 сентября победы над татаро-монголами. У нас победы и Полтавской битвы, и Крымские, и Кувойны. Но у нас просто сотни тысяч побед, которые мы забываем, не знаем. А нам надо знать. И действительно, русский народ победитель. Победитель почему? Потому что он был всегда с Богом. Поэтому на нас с нами воюют. А когда мы с Богом, мы не победим. Когда мы отходим от Бога, как вот ныне, то в Крале стоит 100 человек, а тысячи и тысячи, слава Богу, все работают, а то, как говорится, грешат. Поэтому будем молиться, чтобы мир... Русь была не грешная, а Русь была святая, она, как прежде, увеличалась своей красотой и детственной чистотой. С праздником, братья и сестры! Христос воскресе! Поверьте на воскресе! Сейчас напоминаю еще раз, сейчас обязательный обед. Здесь на улице под навесом. Потом праздник тоже обязательно приходите, попорадуемся. И всех еще раз праздником. Христос воскресе! Поверьте на воскресе!